Это проект Давай Денемся и я, Алена Милина. Сегодня поговорим о том, как найти стильные вещи в Кирове и при этом сэкономить. Внушительные скидки и классные предложения прямо сейчас в нашей программе. Вот так люди выходят с собаками гулять. Уже сразу стильно. Чтобы это было модно, современно и комфортно. Часы забыла сегодня. Видите? Роликсы. Ух ты! Очень много вещей, все нравится, но как это комплектовать? У меня такие вот волосы длинные. Ух ты! Уникальные брендовые вещи по доступной цене. Думаете, это только мечты модников? На самом деле уже нет. Ведь в стоках можно найти настоящие жемчужины. Прямо сейчас покажем обзор, что мы нашли со стилистом уникального в стоках. Сегодня мы в стоке FIFA и рядом со мной стилист Мила Крепанова, которая поможет мне отыскать здесь настоящие жемчужины. Мила, здравствуйте! Здравствуйте! Вы часто в стоках бываете? Ну, не очень, но бываю иногда. Значит, сегодня у вас будет задачка, которую нужно будет решить. Нужно собрать стильные образы. Ну что, пойдемте? Пойдемте. Сразу же я считаю, что у нас тут есть удача, друзья. Потому что, как вы знаете, этот спортивный бренд у нас в Кирове практически не найти. Мила, что скажете? Спорт у нас сегодня на пике. И спорт, и блеск. Класс! А сейчас мы смотрим, сколько это стоит. Потому что всегда же 2 500, друзья. Всегда это интересно. Я думаю, что отличная вещь, причем качественная и новая. Так что мы ее запомнили. Обращаем внимание на черные вещи, особенно с компоновкой с белым. Белые воротнички. Сейчас популярный сериал «Вэнсдей». И вот этот стиль тоже достаточно актуален. А черные, между прочим, наши жители нашего города любят. Ну вот спортивная у нас одежда, в принципе, вошла прочно. Особенно после всех ковидов и всего остального. И поэтому дальше уже можем стилизовать различными вариантами. Ну, соответственно, платья пошли. Ну, вот такое. Чепленькое. Это платье 2 500, друзья. Мне кажется, что крутое. О! Ого! Тут Макси. Один из трендов тоже. Длина. А-ля жилет-платье. Я даже не знаю, как это назвать. Да, что-то такое. Плюс разрезы. Это, ребята, брендовая вещь для тех, кто узнал. Плюс мне кажется, что можно комплектовать абсолютно по-разному. Во-первых, джинсы-водолазка. С леггинсами, да, можно. С футболкой. Жилеты. Актуальная. Клетка. Крупная. Ну, то есть различного вида цвет. И, соответственно, много вариантов. Носки. А еще ткань очень такая теплая, приятная. Мило говорит, что это фланель. Мы ей поверим. Как обычно, когда вы заходите в стоках, очень много вещей. Все нравится. Но как это комплектовать? Именно поэтому сегодня Мила собрала для вас эти образы, которые вы можете легко внедрить в свою жизнь. Итак, Мила, расскажите, что мы сегодня подобрали. Так, мы сейчас попробуем скомплектовать вот такую классную юбку спортивного плана. И к ней такой более официальный верх. И смотрю, вот тут еще кофту, да? Да, здесь с глиттером такая кофта. Вырез кореобразный. То есть можно, в принципе, попробовать вот так мерить. Нестандартненько, да? Кожаные шорты, в принципе. Ну, любой, по сути дела, здесь низ тот самый привычный, официальный. Юбка. Юбка Макси. Это возврат к 90-м, когда вот так вот было, такие театрально подобные. Да, кстати, классное платье, обратите внимание, стоит всего 1500, легкое. Причем, мне кажется, что его тоже можно достаточно легко с чем-то еще дополнять, да? Да, конечно, тут еще такой цвет, то есть с пиджаками, с жакетами. Ну, и на каждый день какой образ. Такие брюки-палацсо. С защипами, с такими, да, как мы видим здесь, с карманами. Очень классного цвета. Да, то есть они будут такие струящиеся. Во время ходьбы, в принципе, не особо понятно юбка, брюки. То есть должны очень классно смотреться. И такой, опять же, уже более свободный, прослабленный джемпер. Из одной цветовой семьи, вот они, в принципе, должны хорошо тоже смотреться. Одна цветовая семья. Запоминайте эти стилистические словечки. Потом, если что, придете, будете уже знать. Так, хотела еще вот эту юбку показать. Тоже это очень актуально сейчас, блеск. С чем можно сочетать такую юбку? Что скажут стилисты? Такую юбку, опять же, с чем угодно. То есть может быть более спортивный верх, более официальный, более нарядный. Да, то есть можно, вот абсолютно, как позволяет фантазия, можно все. Здесь мы нашли просто потрясающую вещь. Сейчас вам ее мило презентует. Бомба! Куртка женская, с такими рукавами. Просто, не знаю, невероятного качества. Потому что сами видите. Несмотря на то, что у нее достаточно большой размер, но вы увидите, как вот эта куртка, мы ее сделали как будто это оверсайз, будет смотреться на Ниле. Ну что ж, наш шопинг завершен. Мила, как вам сегодня здесь в стоке? Супер. Хотела сказать, чтобы не боялись приходить в такие магазины. Кажется, действительно, что много-много всего. Глаза разбегаются. Но просто берем, тщательно отбираем, смотрим. Про качество еще хотела отметить. Все равно это бренды. И то есть посадка, вот сколько я померила брюки, шорты, посадка, ну, просто идеально. Друзья, приходите в сток FIFA, выбирайте те вещи, которые действительно будут вам по душе. Ну и не забывайте, что советы стилиста вам обязательно на шопинге пригодятся. Модники знают, что обувь нужно покупать не только перед сезоном, но и в самый разгар. Ведь именно тогда можно урвать пару по супер скидке. Прямо сейчас подскажем, где же те самые щедрые предложения. Сегодня мы вместе с моделью Алиной пришли в Союз обувь для того, чтобы выбрать для нее обувь. Алин, привет! Привет! Ну что, расскажи, пожалуйста, на какую обувь ты чаще всего обращаешь внимание, какая тебе нравится? Мне больше нравится обувь, которую можно носить каждый день, а также ее можно будет надеть куда-то выйти, чтобы это было модно, современно и комфортно. Все самое время покупать обувь, потому что отличные скидки. Например, на зимнюю обувь скидка 40%, на демисезонную 30% и даже скидки на сумки. Поэтому выбирай все, что угодно. Ну так здорово! Так, мне нравятся вот эти вот. По-моему, очень красиво. Да, классные ботинки. Кстати, они из натуральной кожи, и у них очень крутые есть детали, акцентные. Можно и на каждый день носить их, они снимаются, поэтому ты, в принципе, если устала от яркого декора, то можешь их снять и просто носить, как обычные черные ботинки. Классно! Мне кажется, что тебе к этому не хватает сумки. Тем более, что в сайте субботы ты можешь себе позволить больше. Скидки действительно классные. И я тебе предлагаю вот именно к этой паре подобрать вот такую крутую черную сумку. Очень красивая. Если ты заметила, то форма вот такая вот лунная сейчас очень актуальна у сумок. Очень удобно, да, потому что мы берем, можем носить ее как в ручках, либо повесим на плечо. Здорово скребут и все примерить. На каждый день мы с вами выбрали. Теперь хотелось бы что-то такое, чтобы в это можно было выйти и чувствовать себя королевой. Так, это, возможно, обувь на каблуке. Конечно. Может, вот на этом остановимся? Так, давай посмотрим. Смотри, у них очень стильный носочек, да? Такой треугольный, классный каблук, устойчивый. Ну и, конечно же, эти детали, пряжки, они точно сделают эти ботильоны просто неотразимыми на твоей ножке. И смотри, к этим ботильонам круто будет подобрать тоже сумочку. Тем более, что с такими скидками мы можем себе это позволить и не одну. Смотри, какая классная. Как тебе такое? Очень красивая. Очень модная, мне кажется. Она впишется в любой мой вечерний образ. Это точно. Причем не надо бояться, что здесь разная фактура, да, у кожи. Ничего страшного. Потому что, наоборот, сейчас такое сочетание очень даже модно и стильно смотрится. Поэтому вперед. Я думаю, что тебе подойдет как раз даже к твоему классному платью. Классно. Спасибо большое. Хочется еще какого-то яркого акцента. То есть, моя одежда – это преимущественно темные тона, поэтому я очень люблю светлую обувь. Поэтому хотелось бы рассмотреть еще такой вариант. Слушай, действительно классные ботинки. Причем в этом сезоне не надо бояться белой обуви, да, ничего страшного. За ней можно и легко ухаживать. И тем более, что когда у нас есть выбор, мы можем носить и белую, и черную обувь, и менять ее, то тогда она, конечно же, портиться не будет. Мне кажется, что к этим ботинкам хочется еще какой-то милой, такой классной сумки. И я ее уже вижу. Смотри, она тоже подчеркивает как раз цвет. И фурнитура вот эта из меха. Очень красивая и необычная. Мне кажется, она будет здорово смотреться с этими ботинками. И даже просто с темными вещами, каких у тебя в гардеробе очень много, думаю, что как раз можно разбавлять вот такими светлыми аксессуарами. Я никогда не носила ботфорты, поэтому очень хочу их померить, очень хочу, чтобы они появились в моем гардеробе. Слушай, ну правда, это упущение большое, потому что ты высокая, красивая, стильная девчонка, и тебе, конечно же, нужны ботфорты для того, чтобы твои ноги были еще длиннее. Тем более, что сейчас они очень актуальны. И смотри, у тебя в основном все так, как в гардеробе темное, а ботфорты тоже высокие и черные, но это классика. Поэтому вперед можно их примерить. Но хочется какого-то яркого, классного акцента, поэтому я себе предлагаю как раз выбрать сумку к этому образу. Вот такую вот яркую, красную. Красивую. Да, и тогда твой образ точно не будет скучным. А еще она очень вместительная, поэтому у тебя туда войдет все. Это самое главное. Ну что ж, Алин, как тебе сегодня шоппинг? Мне очень понравилось. Спасибо тебе большое. Мы столько подобрали классных образов, классных сочетаний, но я, наверное, остановлюсь на этом. Тем более, сейчас такие классные скидки. Я могу себе позволить и сумку, и супер модную, супер комфортную обувь. Это точно. Приходите в Союз обувь. Напоминаю, что скидка 40% на женский ассортимент зимней обуви, 30% на демиссию зоны, также 30% на сумки, а для мужчин 20% на все. На самом деле, в нашем городе немало стильных людей. Нужно только выйти на улицы города и присмотреться. Интересно, знали ли наши герои, когда выбирали себе образ утром, что они попадут в центр нашего внимания? Расскажите, в чем вы сегодня и примерно сколько это стоит? Ботинки-маскот, скорее всего. Но стоили они по акции, скорее всего, 3,5 тысячи, где-то так. Джинсы-манго, кажется, там, тысячи три тоже они стоили. Пуховик для прогулки с собаками, да, вот. На секунду, вот так люди выходят с собаками гулять. Уже сразу стильно. Ярко. Так, сколько он стоит? Раньше он стоил, когда был в хорошем состоянии, тысяч 10. Сейчас, наверное, ну, рублей 500. Да, продаем мы, как говорится. Если бы мы продавали, то он бы стоил столько. Шапка около полутора тысяч. Варежки. Варежки. Тоже и тут на Спаско я их купила. Тоже около тысячи рублей. Как тебя зовут, зайчик? Как его зовут? Клякса. Эта девочка Клякса, она дороже всех одета. Ее ошейник стоит 2,5 тысячи. Ветеринарки, да, и дети? Да. Делаю маникюр. 150 рублей. Как вас зовут? Алла. Алла, очень приятно. А чем вы занимаетесь, если не секрет? Ничем. Ну, чем вы отдыхаете, кайфуете от жизни. Класс. Давайте поговорим, в чем вы сегодня и сколько это примерно стоит. Поехали. Начнем с обуви. Что за кроссовки? Форсы белые. Так, сколько примерно стоят? Ну, 10 тысяч стоят они. Класс. Джинсы? Лайм. 4 тысячи. Так, отлично. Шуба? Это из личи. 18. Внутри там есть какая-то футболка. Просто кофта я купила ее на ВИЦе за 500 рублей. И ногти 2 тысячи. Часы забыла сегодня, видите? Эх, реликсы. Ух ты. Шутка. То в чем вы сегодня, сколько это стоит? Может быть, с вами начнем? Это Олги на высокой подошве. Магазин ВУЖ, по-моему, в районе 7 тысяч. Джинсы достались от сестры. Вторая жизнь вещам, так скажем. Так. Дубленка Лав Репаблик 5. Шарфик Сенсей 600. Угу. Есть еще сумка. Кстати, классная сумка. Сумка, подарок мужа. По-моему, в районе 10. Шоппер. Это фикс прайс. 200 рублей. Расскажем, в чем вы и сколько это примерно стоит? Ну, берцы. Я их, правда, не заправляю в брюки. Они, я не знаю, рублей 600, по-моему, мне обошлись. Брюки я у сестры забрал. Женские? Ну, не знаю, наверное, но мне подходит, я забрал. Сумка за 4 тысячи, вот. И куртка, по-моему, тоже где-то за 4. Сколько очки примерно? Не помню, дорогие тоже были. Тысячи четыре обошлись. В чем одеты у нас будущие пианисты? А я спрашиваю, сколько стоят твои вещи? Откуда примерно? Обувь. До 10 тысяч. Угу, так, джинсы светлые. Ну, в районе 50 тысяч. Что бы сказать, не могу, но много. Сумка, покажи, пожалуйста. От 10 тысяч. Шарф? Ну, тысяча рублей где-то. А ты на чем играешь? На нервах. Ладно, хорошо. Это лучший вопрос на певеце. Это грязные мои крутые ботинки за 500 рублей. Куртка, вот куртка точно 500 рублей стоит. Где нашел куртку за 500 рублей зимнюю? Фамилии. Так, шарф? Шарф оттуда же. Все из фамилии, все под цвет. Так, и шапка? Шапка. Шапка, наверное, рублей 700 была. Дороже куртки? Дороже куртки. Шопера Трдш. Бесплатно. Бесплатно дали. Так, хорошо. Есть какие-то украшения? Может быть, браслеты или еще что-то? У меня есть вот такой вот браслет за 600 рублей. Куплен перед Новым годом. Тоже дороже куртки? Тоже дороже куртки. Так, а зачем тебе столько резинок? Подождите. Ну, что у меня? Это белые волосы длинные. А сейчас немного историй, но занимательной. Ведь всегда интересно, с чего начинается путь многомиллионной компании. Тем более, если она занимается одеждой. Прямо сейчас история российского бренда на ваших экранах. Давайте познакомимся ближе с молодым брендом спортивной одежды для женщин «Спорт Энджел». Этот бренд добился успеха всего лишь за два года. Как оказалось, креативно мотивировать людей к ведению здорового образа жизни – это верный путь развития. Ольга Александрова, проработав 15 лет в корпоративном бизнесе, в один миг решила перевернуть свою жизнь и деятельность, создав новый российский спортивный бренд одежды. В далеком 2015 году Ольга со своей креативной командой стояли на берегу Тихого океана. Они бросили один цент в воду и обещали друг другу, что их детище станет самым успешным спортивным брендом. Они задались целью совершить революцию в сфере спортивной одежды на российском рынке. И именно так появилась марка «Спорт Энджел» – бренд не просто функциональной, но и женственной, самодостаточной спортивной одежды. Сейчас дизайнер бренда Ольга Александрова создаёт свои коллекции в самых разных оттенках – из качественных натуральных материалов и нанотканей, приятных на ощупь. Все модели продуманы до мелочей. «Спорт Энджел» работает в направлении фэшн-спорт. Создатели понимают, что все их клиентки уникальные, активные и стильные. Поэтому предлагают не только комбинезоны, леггинсы, шорты, майки и топы для фитнеса, но и модную городскую одежду в спортивном стиле, а также натуральные косметические средства для ухода за телом. Бренд «Спорт Энджел» – за естественность и богатое внутреннее содержание покупательниц, никакого пресловутого гламура. Образ «Спорт Энджел» – это комфорт, позитивное настроение и приятные тактильные ощущения не только в спортзале, но и за его пределами. «Спорт Энджел» – это свобода, возможность быть собой. «Спорт» – это движение, движение – это жизнь. Оно делает нас лучше. Команда «Спорт Энджел» – это люди, объединенные общей идеей. Make today count. Проживай каждый день осознанно в движении и становись лучше. Ежедневно они доказывают, что спорт и мода созданы друг для друга. Добрый день, друзья! Меня зовут Амарико Фрос. Я изготавливаю украшения и являюсь мастером по украшениям. Сегодня мы с вами вместе сделаем колье, которое в современном мире зовется чокером и является очень популярным украшением. Первым делом нам понадобятся лобстеры – это замочек определенного вида. Потом нам понадобятся кримпы – это маленькие штучки, которые будут держать ювелирный тростик. Они не обязательны, если вы, например, вместо ювелирного тростика, который буду использовать я сегодня, будете брать лёску. Лёску достаточно будет просто обмотать вокруг колечка несколько раз и закрепить узелками. И шапочка на эти самые кримпы, чтобы мы не царапали кожу. Это будет защита. Также у меня есть симпатичная подвесочка в виде месяца. Сейчас очень актуальное украшение именно что необычного плана. Это подвеска ручной работы, сделанная мной со лепестками василька. Для этого нам понадобится ещё бисер. Поскольку лепестки василька у меня фиолетовые, то, наверное, лучше подойдёт радужный фиолетовый бисер. Также нам понадобятся колечки и цепочка-удлинитель. Она позволит нам регулировать само колье, делать его короче или длиннее. Для начала мы подготовим себе бисер. Тростик у меня примерно уже отмерен, поэтому мне остаётся его только отрезать. Для начала мы возьмём лобстер. Можно сделать на колечко, можно сделать сразу на замочек. Я беру сразу замочек и берём ещё кримп. Они очень маленькие, их легко потерять, поэтому если вы подкладываете себе коврик, это плюс к карме. Затем мы надеваем замочек. Теперь нам нужно набрать бисера на всю длину, на которую вы хотите. Если вы хотите покороче, это 45 см примерно под шею, либо оптимальный вариант 50 см, который я буду сейчас набирать. Мы набрали длину примерно 50 см для самого колье. Нам нужно его закрепить. Для того, чтобы его закрепить, мы берём ещё один кримпик. Берём сразу колечко. Колечко можно цельное, которое будет разделяться, можно его одеть потом. Продеваем лёстку, проволоку, какой материал вы используете через кримпик. Затягиваем, зажимаем. Он сидит не совсем плотно, близко к самому бисеру и немножко ходит. Это будет удобно для того, чтобы спрятать и как раз кончик. Остаётся только обрезать. Делаем шапочки. Продеваем и зажимаем. Всё это зажимаем, закрываем. У нас получается колье. Теперь у вас есть чокер, который вы сделали сами. И вы можете уже наивать к любому наряду. Также это можно носить повседневно. Сезон скидок в самом разгаре, поэтому успеваю воспользоваться самыми выгодными предложениями. Это был проект «Давай оденемся» и я, Алёна Милина. Увидимся на шопинге! Субтитры подогнал «Симон»!